Каждый год в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах. Все те, кто имеет отношение к медицине. Многие студенты медвузов мечтают связать свою жизнь с таким сложным направлением, как хирургия. Наша съемочная группа побывала в операционной областной клинической больнице, где пообщалась с травматологом-ортопедом. Инфекционный госпиталь областной клинической больницы за два года принял более 14,5 тысяч пациентов. Эти кадры были сняты в июле 2021 года в разгар третьей волны COVID-19. Врачи-медсестр спасали пациента с тяжелым течением инфекции. Им удавалось даже поднять на ноги людей со стопроцентным поражением легких. Год спустя зараза отступила и больница вернулась к доковидному режиму. Работа в ожоговом отделении не останавливалась. Здесь около 40 коек, где получают срочную помощь и ждут плановые операции пациента с травмами и их последствиями. На страже здоровья врачи-хирурги-ортопеды-травматологи, медсестры-санитары. В этой дружной команде трудится хирург Степан Шинкарев. Нашу съемочную группу доктор встречает между осмотром пациентов и операциями. Работы много. У меня гнойная пост-троматология-ортопедия и осложненные травмы, инфицированные раны, какие-то артриты гнойные. Вот, это мягко-мягко-тканые тоже, если поражение есть, то тоже это все у меня лечится. Лечит травмы Степан Валерьевич почти 10 лет. Сам родом из Андреаполя. Окончил медицинский колледж, затем Тверской медицинский университет. Работал санитаром-медбратом в травмоотделениях. В медицинской среде самая сложная морально и физически работа. После университета осталось работать врачом в областной больнице. Здесь всегда нужно держать руку на пульсе. Обходы, манипуляции, операции и экстренные, и плановые. Сейчас врач как раз собирается в операционную. Вот такие дела, потому что бывает промокает халата. Действительно, в травматологии операции сопровождаются иногда кровопотерями. Для человека, далекого от медицины, страшная картина. Но для врача ожогового отделения – обычные будни. Аутодермопластика, рана на стопе. Такая. Ну, операция так-то непростая. Мы тоже привыкли просто к ней. Ну, относительно, можно сказать. Ну, рутинная операция наша ожогового отделения. После того, как пациентку осмотрел анестезиолог-реаниматолог, операция отменяется. Тоже рядовая ситуация. Привозят когда на стол, они пугаются. И бывают у них приступы этих вот ритмей мерцательных. Прямо на столе на операционном возникают. Поэтому сейчас пациентку переведем в палату. В этой операционной все знакомо и привычно под рукой инструменты, техника, препараты. Чего не скажешь о Луганской больнице, в которой врач провел две недели отпуска в качестве волонтера. Едва приступив порог учреждения, сразу к столу, к рабочему. Там условия минимальные. Тяжелые ранения оперировать приходилось налобным фонариком. Но бояться было некогда. Это плановая, там нет работы. Только экстренная, постоянно на готове, постоянно, как говорится, на страже. Здесь плановая больше работы. Экстренные, слава богу, меньше. Причем в разы меньше. Поэтому, да, отличается здесь спокойнее. Впрочем, поездка – это и выполнение гражданского долга, и обретение новых навыков. Они пригодятся и в мирной хирургии. Здесь в Твери плановые больные тоже ждут лечения. Некоторые обращаются к доктору несколько раз. Как Светлана Арсеньева. Женщина лечит последствия травмы ноги. Знающий, грамотный, очень позитивный человек. И с ним легко в общении все объяснить, все расскажет. Очень много его хвалили. И поэтому, как бы, вот мой выбор тоже выпал на него. Работая в непростых условиях, как отметили пациенты, Степан Валерьевич сохраняет позитивный настрой и чувство юмора. По признанию самого героя сюжета, очень важна для врача поддержка семьи и, конечно, здоровый пациент. Это помогает не проникнуться в врачебном цинизме, который для профессионала очень не кстати. Ведь, как говорил древнеримский писатель Петроний, врач – не что иное, как утешитель для души. Продолжение следует...